МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Хорошее дело. Мы его поддерживаем. И будем, соответственно, поддерживать. Лес Победы на Кургане Славы. Сводка криминальной обстановки в городе. Цель этого конкурса, как и предыдущего литературного, это выявление одарённых детей. Защита учебно-исследовательских работ по математике. Метапредметный квест Famous People Great Britain. Мы будем с вами работать именно по этой теме. Метапредметный квест по английскому языку. Акция «Лес Победы» продолжается. С каждым годом в ней принимает участие всё больше десногорцев. Мы расскажем вам, как приумножился парк деревьев в этом году. В 2016 году Совет руководителей предприятий одобрил проект мемориального комплекса под открытым небом рядом с Курганом Славы. В этом же году коллектив акционерного общества «Атомтранс» взялся за благоустройство территории вокруг мемориала. Партия «Единая Россия» выступила с акцией «Лес Победы». С тех пор ежегодно рядом с Курганом идёт посадка молодых саженцев на месте очищенного от сорного дерева парка. В акции ежегодно участвуют молодые атомщики Смоленской АЭС, общественные организации города, службы благоустройства, работники акционерного общества «Атомтранс», представители администрации Десногорска. В этом году активисты высадили более ста молодых саженцев деревьев. Как всегда, много молодёжи приняло участие в акции. Сажали деревца целыми семьями. Очень приятно, что сегодня на посадку деревьев пришли школьники. И я был поражён, наверное, полгода назад я встречался в школе, да, и обратился, ребята, вот они молодые, они с удовольствием, каждый день звонок за Михалович, когда будем садить. Поэтому, наверное, полезно для нашего города. Почаще бы жители активно участвовали в таких мероприятиях. В Десногорске стало доброй традицией весной совместно проводить субботники и акции по благоустройству нашего города. Сейчас собралось большое количество молодёжи. Видим, что на самом деле молодёжь неравнодушная, да и не только молодёжь. Здесь многие представители других организаций, руководители, все пришли с большим желанием ещё одно место города сделать очень красивым и приятным для посещения всех жителей города. Через несколько лет на этом месте будет шуметь молодой здоровый лес. Он будет излюбленным местом для прогулок десногорцев. А мы будем помнить, благодаря кому наш город становится красивее и уютнее. В Смоленске подвели первые результаты федерального проекта «Агро за качество». Основная цель проекта – исключить из торговой цепочки перекупщиков и посредников. Специалисты планируют помочь местным производителям выйти на прилавки сетевых магазинов. Все товары пройдут проверку и будут служить гарантом качества для смоленских покупателей. Регион занимает второе место по количеству заинтересованных в сотрудничестве добросовестных поставщиков. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 143 сообщения о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 130 административных правонарушений, в том числе о нарушении правил дорожного движения 104. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 11 человек. 10 мая саперам поступила информация о том, что в деревне Якимовичи нашли мину. Специалисты пожарно-спасательного центра изъяли и уничтожили минометную мину. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает всем жителям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь по телефону 101. Найденные боеприпасы нельзя разбирать, сдавать в металлолом или бросать в костер. Ночью 10 мая поступило сообщение о возгорании в третьем микрорайоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Пострадавших нет, причина и ущерб уточняются. На месте вызова работал пожарный расчет части номер 15. Десногорские школьники соединили точную науку и творчество в своих проектах. О том, что у них получилось, в нашем следующем сюжете. В школах нашего города завершился городской конкурс исследовательских и творческих работ «Открытие». Конкурс организовывается комитетом по образованию при поддержке Смоленско-атомной станции уже третий год подряд. У нас в этом году участвует 11 ребят. Представлено всего 8 проектов. То есть у нас есть как индивидуальные, так и групповые проекты. Цель этого конкурса, как и предыдущего литературного, это выявление одаренных детей. Но только теперь детей, которые в области математики, в области точных наук проявляют свои таланты и способности. В этом году ребята делали акцент на интегрированность проекта «Соединяй математику с другими науками». Каждая работа получилась уникальной. Ученица 9 класса Ангелина Семененко принимала участие в этом конкурсе впервые. Она в своем проекте показала асимметрию фотографии. Я человек творчества, меня сразу привлекла асимметрия. И когда у меня был готов проект, я подумала, почему бы мне не поучаствовать в этом конкурсе, а вдруг повезет. Если ты понимаешь математику и творческий человек, тебе довольно-таки легко заняться проектом. И если ты вдохновляешься, то тебе это помогает. И если тебе это нравится, почему бы и нет. Школьники показали не только глубокие знания по математике, но и умение творчески подходить к решению задач. И продемонстрировали свое ораторское мастерство при защите проектов. Лучших из лучших определяла жюри, в состав которого вошли педагоги, представители комитета по образованию и Смоленской атомной электростанции. Участники сегодняшнего конкурса – это действительно талантливые дети. Поражает, как они видят математику, как они видят ее прикладную составляющую, как они показывают медицину, показывают социальную сферу, показывают бюджет. То есть это наши будущие талантливые ученые. Возможно, это будущее нашей энергетики и вообще в целом наш цвет, будущее нашей страны. По итогам конкурса самой лучшей оказалась работа учениц первой школы Екатерины Чериной и Марии Подрес. Все победители, призеры и участники конкурса получили грамоты и призы от комитета по образованию. Учителя, подготовившие победителей, призеров и участников конкурса, получили благодарность от комитета по образованию. В селе Знаменка Угранского района открыли монумент воину-освободителю. Он находится рядом с полем памяти. Здесь захоронено почти 900 солдатов и офицеров Красной Армии. Именно более 700 из них неизвестны. В годы войны здесь проходили ожесточенные бои за освобождение угранской земли от фашистских захватчиков. В четвертой школе прошел метапредметный квест по английскому языку. В нем приняли участие ученики с 5 по 9 классы. Подробности далее. Мальчики и девочки разделились на команды и выполняли различные задания. Ребята проверили свои знания по истории Великобритании. Вспомнили знаменитых людей этой страны – Шекспира, Байрона, Чаплина. По словам учителя английского языка Натальи Ворончихиной, самое главное для детей, чтобы они поняли, что английский язык изучать – одно удовольствие. В рамках этого квеста мы проводим такие конкурсные задания, которые интересны детям и с помощью этих заданий они расширяют свои знания у них в английском языке, но также учатся работать в команде, учатся друг другу помогать, работать с источниками, искать информацию и расширять свой кругозор. Метапредметный подход – это новый подход к образованию, при котором ученик не просто получает новые знания, но и обучается способам действий, с помощью которых он сможет сам добывать информацию. 15 мая в 6 часов вечера в Центре культуры и молодежной политики состоится отчетный концерт «Созвездие радости» образцового хореографического коллектива «Данс-клуб Модерн». Приглашаем всех желающих. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefistv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова